На улице Героев Крут стоит заброшенное старое здание, которое несет опасность для жителей района. Это здание старой швейки, которое служит притоном для наркоманов и алкоголиков. Со слов жильцов, постройка принадлежит депутату, но какому неизвестно. Находится под арестом в банке. Депутат пропал, а швейка гниет. Люди обращаются к городским властям с просьбой принять какие-то меры. Хочу вернуться к правителям нашего города. Доки ми будем нюхати оцю вонь, яка у нас на вулиці маршрутні, зробили мусорку, дихати нема чим, посидіти на скамейке не можна. Невже не можна навести порядок оттут на нашій вулиці? Ми возмущені і просимо правительство нашого міста зробити тут порядок. Або вивезти все, або загородити, або не знаю, що зробити, щоб тут був порядок. Антисанітарне состояние заброшеного дому, который служит притоном для наркоманов і алкоголиків, за нескільки років сделало його опасним для жителів і дітей в частності. В цьому четырехэтажному зданні поселилась так называємова містна елита общества, которая живет там, испорожняється. Представьте себе, які там запахи. І происходит це все в центре спального района, куди тільки смотрят городські власти. Постоянно вызывают пожарки, все шмалят, хануринки живуть, камни бросають, люди вон стекла все перебили, все на голову бросают. На крыше там дети, все, що хочеш, вони там делают на той крыше. А туда зайти злово невозможно. Жители соседних домов уже неоднократно вызывали пожарных, так как здесь часто случается возгорання мусора на каком-либо из этажей этого дома. Местные жители видели, как туда приезжают катафалки и увозят трупы. Трупы постоянно, ну а шо, если там бомжи, они там умирают, в особенности зимой. Они замерзают и все. А потом они нам разлагаются, пахнут. Говорят, что на прошлой неделе местная банда напала на мужчину. Чуть ранее они же ограбили квартиру в доме напротив. И там живут 10 человек. Представляете? И страшно даже выйти, потому что мужика побили в 2 часа дня отсюда. Им же надо, они же не работают нигде. А жить-то надо. Вот квартиру обокрали в этом доме. Среди бела дня. Выслеживают, кто куда ходит, когда приходит. Вот и все. Я уже не говорю за этот мусор, за этот дельмо, что мы задыхаемся. Все. Полиция, полиция пришла с автоматом. Т-т-т-ты-ты посмотрели и все. Жители округи переживают за своих детей. Как можно отпустить погулять ребенка, если рядом такое творится? У меня двое внуков здесь, и я боюсь даже их на улицу выпускать одних, чтобы они случайно не залезли в это здание, и там не было никакого несчастного случая. Кто решит судьбу Старой Швейки, неизвестно. А пока городская власть закрывает глаза на творящиеся здесь, люди вынуждены жить в постоянном страхе за себя, за своих детей и за свое имущество. Юлия Жиганюк, Андрей Тереченко, телекомпания «Круг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова